так мы в эфире дорогие борцы спасибо что вы с нами сегодня с нами евгений георгий емельянов у нас возникли небольшие проблемы с подключением немножко путаемся так начну с того что зачитаю сообщение тренеров которые в рамках нашей душевной миссии джиу в тебе отправили послание своим ученикам и хочу напомнить что все тренера могут обратиться к своим ученикам с пожеланием с теплыми словами может быть со строгим тренером и мы это озвучим в эфире пишет нам коля тренер по бразильскому джиу-джитсу из абдулин тим из города санкт-петербург пишет природа восстановилась так что на мою высину вернулись волосы надеюсь что когда восстановится привычное течение жизни вы вернетесь в наш зал вот следующий нам а пишет кирилл семенцов из команды battle beetle обращается к своим ученикам дорогие мои божежисты мои боевые жуки сейчас ваше терпение и крепость духа проходят проверку на прочность важно преодолеть это испытание не сломаться и продолжить движение по намеченному пути выполняйте мои онлайн тренировки смотрите разбирайте видео с базовыми техниками джиу в интернете прокачивайте ментальный аспект в частности с онлайн марафоном джиу в тебе жду вас после изоляции вдвойне замотивированными и психологически закаленными долгим перерывом так ну все мы начинаем есть несколько причин почему мы пригласили тебя в качестве спикера для этой темы во первых у тебя большой соревновательный опыт во вторых этот опыт касается не только джиу в третьих ты законный black belt расскажи как ты выступал по черным поясам во первых всем привет у кого-то кому-то доброе утро кому-то добрый день по черным поясам на самом деле у меня опыт выступления не такой уж большой маят будет только год как я черный пояс получил вот единственное что момент такой что когда по коричневым еще выступал было много турниров где коричневые вместе с черными соединяют дабы хватало количество участников да поэтому принципе черными поясами на соревнованиях борюсь наверно года три может побольше муж может 4 точно не помню вот но пока на данный момент я бы не сказал что чем-то особо можно похвастаться да там бронза на гранд слэме была бронза на на себе по мастерам мастер один вот по чемпионате мира но это кстати был можно сказать такой единственный единственный опыт целенаправленно когда в мастера за заявился вот мне 37 лет и целенаправленно я единственный раз заявлялся на себе на чемпионате мира вот прошлым летом но я также его дал тоже там боролся просто можно было и мастера завицы его дал лишь как побольше побороться вот я заявился в мастера вот но опыт на самом деле в многих в россии гораздо богаче опыт выступления по черным поясам чем у меня поэтому у меня а вообще по каким видам спорта ты соревновался если какой-то принципиально отличие сама мотивации или в твоем подходе в личном отношении в настроении между соревнования по бжж и соревнования в других видах спорта ну да ну у меня ситуация такая получила что я с 9 лет 9 лет мне на карате отдали вот у меня изначально я занимался карате вот в 17 лет я получил свой черный пояс по карате вот и решился попробовать кикбоксинге то есть кикбоксинге да я долго выступал недавно читал я только порядка 7 и на 7 на 8 чемпионатах мира выступал по кикбоксингу вот на кубках мира на чемпионатах мира и затем было боевое самбо было боевое самбо рукопашный бой очень долгое время выступал и ммэй ну и в итоге профессиональный ммэй да у меня там три профессиональных боя 2012 году я в лиге самбо 70 выступал и в про и все в тот момент про и все лига такая довольно таки серьезная была вот и и в итоге как-то меня вот затянуло бразильская джиу-джитсу меня вот был такой момент что мы в моих про боях по ммэй мне не хватало реально работы внизу то есть я не понимал что там делать и я решил просто усилить этот аспект попал на сборы попал на сборы под руководством алексея олейника в ростове-на-дону в пересвете были сборы 2012 год лето июль потренировался 10 дней вернулся домой и полетел в москву дальше суздаль там уже леонид готовский проводил кэмп на тот момент там очень такой состав серьезный был на этом кэмпе моему с маркусом аурелио проводили вот это был был и там боец ммэй и вот тогда-то принципе вот именно вот этот суздали кэмп он открыл мне глаза вообще что такое бразильская джиу-джитсу я помню это приехал взял с собой самбовку который боевухи выступал вот в концу сбора и ничего не осталось нее все и зарвали и на самом деле это я там первые несколько дней вообще не понимал что происходит что надо делать мы как бы так но там все что все виды единоборств мне тяжело мне они все интересные как-то с удовольствием это все окунулся в этот мир джиу-джитсу скажем так в 2012 году на том кэмпе мне ленин готовский вручил синий поезд это было в 2012 года он вручил мне синий поезд я конечно не понимал на самом деле у меня база конечно было этом пару папашки выступал очень долго там к тому времени я боргу пашки выступал 11 лет и по боевому самбо я выступал там и азию выигрывала на мире два раза третьем вот уточню что я за сборную казахстана выступал поэтому у меня принципе опыт был такой я понимал принципе что делать в куртках там такое на базе так скажем ну по синему поясу я понимал это вручок колена мог делать спокойно там на высоком уровне то есть как то так ну честно скажу изначально когда я начал выступать по грэпплингу по джиу-джитсу морально было очень намного легче настроиться чем на соревнования где присутствуют ударом голову полный контакт просто психологически у меня был такой момент чтобы были на голову то не бьют чем не бороться то что ты теряешь ты вышел побороться ну ну не получилось оппозиционно там ну полевой там где-то отдался где-то перетерпел где-то не перетерпел то есть как бы ничего страшного тут не случилось и гораздо было но уже затем когда тянулся уже у именно выступление как компетитор начал выступать по турнирам кататься то уже здесь принципе не сказал что чем-то отличается настрой когда ты уже постоянно выступаешь когда у тебя за спиной есть какие-то хотя бы и небольшие победы ты уже такое начинаешь немножко ага блин проигрывать нельзя я же там вот выиграл как бы надо вот здесь как ну стараюсь бороться момент потому что все это фигня до эго все это надо не знаю если вы хотите развиваться мужчина париться об этом проиграл выиграл в этом плане мне очень импонирует мой друг очень хороший близкий друг один гусейнов и я беру с него пример этот человек он научил реально меня то есть ну открыл мне глаза открыл мне глаза на многие моменты но вообще является куратором нашего зала в омске да и у нас давно дружба уже очень мне глаза на один такой момент простой я его применяю принципе у себя в зале на тренировках и я применяю на соревнованиях в принципе почему мне как бы не так сложно выйти побороться на любом уровне но именно именно ментально именно психологически мне это не сложно но я не боюсь проиграть я не боюсь проиграть потому что я понимаю что из поражение принципе не бывает меня ни в одном виде не было такого у меня просто вот такой один пример из моей жизни я будучи чемпионом мира по кикбоксингу да то есть 2003 году я выиграл чемпионат мира по кикбоксингу и я перешел ну то есть меня еще привели по рукопашному бою выступать надо выступать за область ну давайте буду выступать я такой думаю я чемпион мира по кикбоксингу международник мастер спорта международного класса сейчас я там просто ну снесу всех как ураган первые четыре турнира я вообще не попал в призы ни на одном турнире первые четыре турнира причем это были турниры но не не какие-то там сверху пер мупер ну просто там республиканские турниры какие-то то есть я не мог попасть призы просто блин да что такое чемпион мира неплохо я только пятый турнир на пятом турнире я только в призы потому что специфика совершенно то есть как бы разная и и все вот это вот оттуда мне пошло я просто понимаю что чтобы чтобы начать выигрывать надо просто во первых знать специфику вида единоборства которым выступаешь готовится к конкретно к этому виду и больше получаться пусть не сразу пусть не с первого раза пусть пятого раз но получится когда ты уже почувствуешь вкус дальше намного проще намного намного проще к тоже вкус почувствовал когда ты уже норовился к ты уже понял какие-то нюансы тонкости в том числе и правило то есть гораздо все легче пошло вот поэтому ну понял по каратэ выступал сказать такой каратэ спортивная которая я не знаю что называется пкф в общем такое знать на касание без нокаутов то есть мне тренер начал вытягивать на эти соревнования могу тренер может не надо он говорит нет давай давай потом когда я на двух турнирах на каутировал ребят и я дисквалифицировали два раза тренер все-таки понял что ну он мне сказал честно говорит давай закругляйся черный пояс получил дальше и не хотя бы по спортивным каратэ не вижу каратэ где кошинка я как бы никогда не рассматривал мне вообще принципе ну я не понимал как можно драться и без ударов голову вот она голова люди там корпус убивают ноги отбивают вот же голова тут же близко ладно дальше я ушел в кикбоксинг дарки боксинге долгое время выступал сборной казахстана был с 2001 года до по 2012 11 лет я там республику много раз выигрывал и чемпионат мира выигрывал кубок мира выигрывал и извиняюсь чуть-чуть чуть-чуть все я вернулся в будильник стоял извиняюсь у меня просто семья большая там малой спит короче движуха хотя идет вот по кикбоксингу долгое время выступал чемпионат мира выигрывал в третьем году в четвертом выигрывал кубок мира еще раза три наверно был третьим последний раз я в сербии в 2007 году стал третьим там по ваку выступали вот тогда время такое было мы выступали по нескольким версиям там аякса кто постарше помнит и боксеры аякса версия была в пк греческая была там пака но вак она давно на принципе такая основная по любительству кикбоксингу вот потом по рукопашному бою выступал долгое время снг выигрывал участвовал кстати на первом чемпионате мира в москве который проводился в динамо крылатском это наверно год 10 или 11 уже не помню точно тогда проиграл тогда проиграл в первом бою спортсмену из узбекистана вот и затем было боевое самбо боевое самбо азию выигрывал два раза был на мире третьем но проигрывал игры за казахстан выступал проигрывал только российских спортсменов 2008 году в питере был чемпионат мира я проиграл михаилу зайцев болевым на руку вообще понятия не имел что партере делать как бы это было первый чемпионат мира это четыре боя провел трех боях я выиграл нокаутом досрочно и вот только зайцев проиграл болевым в 2009 я в греции и на чемпионате мира также из четырех боев три закончил досрочно нокаутом проиграл только василевскому вячеславу 0 12 по моему два раза улетел на спину с колена удержание попал болевой не дал сделать как-то так получилось он хотел его сделать мне они его не дал сделать вот затем а у меня был опыт в профессиональном вот профессионального мы было под любительского мы у меня был опыт я на сибири был вторым на чемпионате россии в 2015 году который проходил в омске я стал третьим в полуфинале тогда проиграл я гаджи мурада ира магомедову вот то есть нынче боится сей и попал сборную россии 2015 мы съездили на сбор судак в крым вот а затем тоже все таки я решил для себя уже окончательно что все таки 1 тренерской деятельностью буду по большей части заниматься но и выступать в джиу-джитсу и по грёплингу потому что совмещать тренерскую деятельность и выступление по джиу-джитсу и грёплингу можно совмещать тренерскую деятельность и выступать по ММА профессионально мне кажется это что-то за это за грани фантастики мне кажется это нереально ты в любом моменте либо либо ты в тренер своей либо ты в выступления где ты где-то ты будешь терять все равно не дорабатывать я не люблю это поэтому в тренер что уже ушел это вот очень ценно что ты говоришь и для тренеров тоже вот полезные полезные советы давай теперь делиться опытом давай вот начнем сначала вот ты своим ученикам когда рекомендуешь начать выступать на соревнования я своим ученикам рекомендую начинать выступать на соревнованиях прям вот на первых соревнованиях тем более вот мы в омске проводим постоянно турниры и у нас есть разделение на новички и профессионалы поэтому я советую ребятки надо выступать сразу почему потому что ну да страшно дали у нас небольшая заминка со связью сейчас я думаю все вернется все восстановится ждем небольшая небольшая заминка со связью тогда поездить мы вернулись мы вернулись на чем остановились закончил на том что рекомендуешь выступает сразу а вот я хочу конкретизировать еще а сразу это когда ну вот сколько он должен прозаниматься сейчас ну сразу это когда он пришел человек ко мне тренироваться допустим занимался он месяц-два я уже советую выступать ну потому что но мы турниры я говорю еще раз просто мы которые турниры проводим у себя мы проводим там 5-6 турниров мы проводим у себя турниры там есть разделение новички я строго отслеживаю чтобы там не было залетных новичков то есть там и принципе я советую сразу же начинать выступать но по большей части как сказать естественно я никого не заставляют то есть ребята сами принимают решение поступать не выступать но я всегда советую то есть начинать сразу потому что но это очень интересно очень плане каком это такой адреналин такой адреналин это что-то новое какие-то ощущения и многие вообще пересматривают там многие моменты просто принципе для ради преодоления себя в очередной раз почему не уже она как бы ну не сказать чтоб совсем просто это мы по правилам а если мы возьмем гиту надо же разобраться как это все работает за месяц-два это возможно нет это невозможно это невозможно но по крайней мере будет понятно что у человека с характером потому что одно дело выйти побороться ты подготовлен все другое вы бороться не подготовлен здесь уже на первый план выходят твои какие-то черты характера качество кита тебе там есть они бойцовские не скажем так не стану совету ребятам конечно кто-то выходит туда у меня есть ребята которые занимаются недавно но они там год занимаются этом на пяти турнирах поборолись там везде проиграли первых сват и они все равно потом приходят борется я не заставляю и добавить ребят я был снова же сделал так потому что чем быстрее чем быстрее ты в этот океан ок у нёшься и быстрее ты поймешь вообще как там ввести как бы все просто тут просто количество количество количества количество количество схваток перерастет качество потому что ну схватки и в зале и схватки на турнире на это вообще разные вещи совершенно полностью результате можно быть таким кассамбурам tracking на ту турнире еще просто проигрывать сразу же и вообще непонятно, что делать. Просто тебя будет сковывать адреналин, и ты просто не понимаешь, что делать, что происходит. Поэтому я рекомендую выступать на турнирах. Тем более, такой момент, что есть отдаленные регионы. Я, допустим, тоже считаю, что мы не сильно приближенные к Москве. До Москвы 2000 километров больше. И нам слетать в Москву, побороться, ну, не всегда это как бы дешево, и не всегда это как бы получается. Но мы стараемся летать, выступать на турнирах и в Москве, и в Питере. Ребята, тем, кто живет в Москве, Питере, там турниры проводятся каждую неделю, когда идет сезон, почему не бороться, не знаю. То есть я понимаю, что бывают какие-то финансовые моменты – это одно. Но если у вас, получается, все по-финансовому, у вас свободное воскресенье, там, суббота, с чему не побороться. Вообще ничего не теряйте, вообще ничего не теряйте. Только приобретайте. Приобретайте друзей, приобретайте опыт соревновательный. Да и, в принципе, в этой каше варитесь. Быстрее поймете вообще, что там делать, как, куда, куда, там, зачем, там, да. Все это поймете. Поэтому у меня, ну, такое, я не знаю, просто, может быть, у меня наложило отпечаток, то, что я с детства в спорте и выступаю. Я с девяти лет прошел на карате, лет с десяти я на соревнованиях выступаю, мне 37, я 27 лет выступаю на различных соревнованиях. Ну, естественно, что не у всех, не у всех так, как у меня. Кто-то, конечно, пришел, никогда не занимался единоборствами, пришел. Ему надо себя перебороть. Немножко сложно свои какие-то страники, свои какие-то сомнения. Но в этом и заключается, я думаю, как бы путь воина, в том числе и в джиу-джитсу, что преодоление препятствий, преодоление победы над самим собой, да, смысл такой. В первую очередь себя победить, потом уже соперника проще будет. Ну вот, я такой вопрос хочу задать. В одной из статей на БЖЖ Фрикс было высказано такое мнение, что соревнования – это не просто экзамен, а часть обучения. То есть нужно идти на соревнования за медалью, а для того, чтобы получить обучающий опыт. Согласен ли ты с этим тезисом? Или на турнир стоит заявляться тогда, когда ты уверен в победе, то есть когда ты можешь претендовать на медаль? Имеется в виду, если ты не претендуешь вообще ни на что и чувствуешь это, надо идти? Однозначно надо идти. Я вообще стараюсь заявляться на турниры только на те, где большая вероятность, что мне жопу надерут. Потому что заявляться за медалью, ну, опять же говорю, видите, ситуация такая немножко. Я могу вам дать совет многим, но у меня просто вся стена в медалях. Я 27 лет выступаю, я не хожу за медалью, мне она неинтересна, это железка. Плюс одна, минус одна, понимаете, в чем дело. Есть ребята, у кого нет медалей или мало, им хочется медаль. И хочется и побороться, и вроде хочется как-то видеть плод, скажем так, своих тренировок, своей борьбы, что вот она медаль. Меня, по-моему, вообще можно, в принципе, понять по моим выступлениям в бразильском джин-джитсе, что я, естественно, не за медалью хожу, потому что я говорю, я заявился по мастерам один раз всего на ICB, и то я отборолся по мастерам, но в следующий день поотталкнулся, боролся, там втух. И как бы, соответственно, не за медалью. У меня такой есть тоже хороший друг, тоже наши команды, Алик Алиханов, многие его знают. Вот он мне вообще, он мне вообще говорит, еще на турнирах, когда еще мы там в Риме, я не помню, в 13-м году или в 14-м, он мне, а, какой еще мы, мы вообще познакомились в Рио-де-Жанейро с ним. В 2000, не соврать, в 13-м или в 2014-м году мы познакомились. И я тогда в Рио-де-Жанейро занимался две с половиной недели, а потом в Сан-Пауло-Опен поехал бороться. Айбежев турнир, а Сан-Пауло-Опен такой неплохого уровня. Вот, и я заявился тогда в Ладалты, естественно, что я в Ладалты боролся. Хотя мне было на тот момент уже, ну, наверное, года 32. И Алик мне такой, а что в Ладалты? Я говорю, ну, так. Да ну ты что, бросили весь мастера, что там, хоть ты медальку какую-то. Я говорю, да блин, Алик, честно, мне медали вешать некуда на стену. Ну, смысл? Не вижу, я не для этого занимаюсь жу-джит, чтобы за медали завоевывать. Мне нравится заниматься единоборствами, где у меня ничего не получается, потом начинает получаться, я думаю, что вот оно получается, а оказывается, опять нифига не получается. То есть такой запутанный круг, по нему хожу. А вот оптимальный возраст для соревнований по БЖЖ. Понятно, что есть тезисы «Живу для всех» и прочая там хирота. А вот твое личное мнение без рекламных лозунгов. Вот для БЖЖ оптимальный возраст. Я вообще не знаю, мне безблюдающий, мне кажется, он любой возраст оптимальный. Вообще не знаю. Но я ведь, видишь, ситуация какая, опять же, кто как смотрит, опять же, кто как, допустим, вот мне 37, там в этом году 38. Ну, много ребят, которые к этому возрасту, ну, скажем так, не подошли к такой хорошей физической форме, как я. И им, наверное, будет тяжело. Но если у тебя есть цель выступать, ты хотя бы там три раза в неделю занимаешься, ну, и не просто занимаешься, скажем так, железом, а именно целенаправленно готовишься к соревнованиям, то, в принципе, в любом возрасте… Я не знаю, какой прям идеальный возраст, честно. Не знаю. У меня просто, я сталкиваюсь, что, когда у меня, о, сколько тебе, 37, о, а что вот так? Ну, я считаю, что у мужчины рассвет силы самый 45, я еще его жду, у меня через 8 лет только он наступит. Поэтому я только еще, как бы, вот… Я только, наверное, к 45 решу заявиться в мастер-один 30-35 лет, поэтому не знаю. Хорошо. Это оптимистично звучит. А вот как нужно строить соревновательный график? Вот поясню, как выбирать соревнования? По совету тренера, по доступности, по заданному количеству в год, по принципиальности, сколько нужно таких в год? Вот твое мнение. Мое мнение, если ты ради удовольствия борешься, ну, скажем так, ты занимаешься, ты хочешь, как бы, там, чего-то достичь, там, немножко, как бы, да, ну, понять, что ты развиваешься, там, в принципе, там, ну, в год 5-6 турниров можно бороться, это, как бы, нормально. Если у тебя стоят задачи быстро прогрессировать и войти, так скажем, какие-то, там, стать известным в мире джиу-джитсу, то бороться надо каждый месяц, я думаю, по турниру вместе стабильно. То есть есть Бразил, который, конечно, борется на каждых выходных, там, ну, их так, не так много по миру, их, да, но они катаются так по всему миру, борются, 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 борются. Здесь немножко другое. У нас, конечно, все-таки таких прям ребят, которые там только этим живут, у нас таких ребят нет. Есть у нас ребята, которые часто выступают, но, ну, вот я честно скажу, в прошлом году я отборолся на 8 турнирах за год, я отборолся на 8 турнирах, но я считаю, что это мало. В позапрошлом году я боролся на 12 турнирах, то есть у меня получилось каждый месяц по турниру. Ну, то есть были где-то турниры, где я, там, с турнира на турнир летел, такое тоже бывало. Вот, но, в принципе, у меня получилось за год 12 турниров. Вместе с по турниру я считаю, что это как бы вот нормально, чтобы развиваться, ну, скажем так, необычно, а как-то немножко побыстрее. Вот, ну, не знаю, я вот такой жадный до знаний, жадный до турниров. Плюс ко всему у меня такая ситуация, что у меня в зале, во-первых, у нас вообще в Омске, в принципе, единственный зал, где борются в кимоно. То есть вообще, в принципе, джиу-джитсу развивают, бразильское, как оно и есть, единственный зал. Остальные залы, они борются многие. То есть это грэплинг, потому что это залы ММА, это залы грэплинга, это. Вот, и у нас получается, что мне, в принципе, очень мало спаррингов именно в кимоно в Омске, поэтому я учусь на турнирах, и я этот же метод использую на своих ребятах, которые у меня выступают по ММА, по боевому самбо. И они у меня учатся на турнирах, и я их выставляю везде. У меня ребята, которые выступают по ММА, они борются по грэплингу, они выступают по боевому самбо, по конкратиону, по рукопашке, по ММА. То есть я их прокачиваю максимально, стараюсь прокачать максимально быстро, потому что, ну, у нас именно в Омске конкретно, ну, не скажешь, что прям так много, да, чемпионата России, ой, бронзовый призер Кубка России по ММА. То есть, ну, это как бы такое в любительском, это бронзовый призер Кубка России, это как бы достаточно такой уровень хороший. И он ездит по турнирам, борется в кимоно. То есть, как бы, проявляет желание. У меня ребятам несколько человек, они занимавшиеся ММА, тут же остаются еще борются в кимоно, тренируются, то есть, ну, развиваются. Вот, и поэтому я считаю, что бороться надо вообще, пока ты, блин, не обременен, тем более, если там не семьей, не еще каким-то моментом. вообще можно бороться каждый выходной. А что мешает? Ничего не мешает совершенно. Будет какой-то мандраж вот перед тем, но это нормально, но он не будет глобальным каким-то, он будет все меньше и меньше, скажем, турнирам, но опыт ты будешь набирать. А идут полезные звездные. Я считаю, что надо выступать. Подход вот на разных поясах, он отличается? Какие-то цели, задачи на разных поясах? Вот в соревновательном подходе. Ты имеешь в виду в самой подготовке или именно как ты настраиваешься на турнир или что? Нет, я имею в виду вот в подготовке, в графике выступлений, допустим, для белых поясов, синих или черных, есть какая-то разница? То есть белым тоже надо стремиться выступать 12 раз в год для роста? Или может быть какие-то есть тонкости? Как ты своим ученикам рекомендуешь это делать? Я говорю, я своим ученикам рекомендую просто выступать постоянно. Вот мы, я говорю, в Омске проводим минимум 5 турниров в год. И у меня ребята все выступают, и белые пояса, и синие, и грэпплеры, и ММА ребята, они все выступают, борются, все в одной каше варятся. Потому что, я говорю, у нас не так много турниров проводятся под другим видом, по смежным. Поэтому очень важно вот это преодоление, то есть там без разницы. По грэпплингу выходишь тоже, ты МАДРАЖ ловишь, по ММА выходишь тот же самый МАДРАЖ, по Плангартиону там тоже самое. В принципе, единственное, что меняется немножко по правилам и разрешенной техники, а так, ребята выступают и готовятся. И когда мы на турнир, ну, видишь, джиу-джитсу, немножко тут момент такой, в бразильском джиу-джитсу, почему бразильское джиу-джитсу, как бы, я немножко выделяю из других видов. В основном, в основном, по видам из набора, то есть, взять, боксинг, боевой, самбо, мирный, да, и соревнования проводятся, их не так много соревнований, на самом деле. В бразильском джиу-джитсу версии очень много, в федерации очень много и турниров очень много. То есть, я когда выступал по боевому самбо, по кикопсингу, по рукопашке, у меня было так. У меня в году было два... максимум три турнира, я к ним прям готовился целенаправленно, конкретно, то есть, для меня остальные турниры были просто проходящие, я мог выходить на соревнования, такие там, городские, бой-два выиграть и сняться. И все такие, о, что снялся? Ну, потому что у меня задачи другие стояли, у меня этот турнир был просто проходной, выйти, продышаться. Все. Я готовился. То в джиу-джитсу, у меня немножко ситуация уже по-другому сложилась. В джиу-джитсу очень много турниров. И вот как, допустим, если я там, ну, когда еще ECB-турниры проводили, у меня было, я там, в один год на ECB боролся, в ГИПа боролся летом на Чикарте мира, потом в декабре в ГИПа боролся, весной там по арабам боролся, на мир съездил. Еще там день в Рим залетел, там по IBJJF, там в Лиссабон съездил, там поборолся IBJJF. Там получилось, там 5-6 турниров таких, ну, крутых, в принципе, по уровню одинаковых. И как, ну, каждому готовить, подготовку проводить, что ли? Ну, уже тут немножко в джиу-джитсу я уже по-другому совсем начал относиться. Я просто, я просто всегда в форме. Просто всегда тренируюсь, и, и, как бы я себя не чувствовал, я просто, если решил на турнир ехать, я беру и еду. Без разницы, хорошо я себя чувствую, плохо я себя чувствую, потому что я уже знаю, что зачастую перед турниром вот это по самочувствию, по-своему, если смотреть, это может быть обманчиво, очень обманчиво. Очень много у меня было раз, когда я чувствовал, ну, просто приезжаю на турнир, заселяюсь в гостиницу, там, на третьем этаже номер дают, и раз, этаж поднялся, у меня одышка. Я думаю, на... а я вообще не... там, видишь, моменты накладываются, где-то психология, где-то, где-то, может быть, дорога была дальняя, где-то устал просто, поспал, выспался, восстановился, вышел, а и на пик себя вывел именно вот на этот турнир. Поэтому я выбираю турниры, честно скажу так, ну, как я вот их выбираю. во-первых, я выбираю турниры такие, где конкуренция будет хорошая, сильная для меня, где я понимаю, что, ну, прям, прям, будет такой момент, где я прям вот буду выползать с ковра и такой, а-а-а-а, у меня руки вот так висят, у меня все забито, я прям, мне очень тяжело, там, у меня там чуть ли не башка кружится, то есть, ну, я просто, ну, немножко в этом плане маньяк, поэтому я, ну, это я просто рассказываю, как я выбираю соревнования. Вот. Поэтому я смотрю, где вот, я там даже по Европе бывает летаю, выступаю, и я смотрю по заявившимся, да, смотрю, где там, вылавливаю этих черных поясов, там, в данном случае, там, коричневых, черных, такие, которые прям крутые, сильные, я их вылавливаю, где они на турнире заявляются, едут туда тоже, и борюсь, заявляюсь в Адалте, и борюсь. На чемпионате мира в Абудабе я боролся год назад, подал-то, да, я там, седьмой выстал только, одну победу зацепил, там, два поражения у меня было, но мне интересно было, я с такими топовними боролся, еще и классные отвращения были, конечно, но тяжеловато было, но я кайфу не был. Я говорю, что я став тренером, можно не выступать, можно не париться. Многие становятся тренерами и перестают выступать. Я знаю, я скажу только, ну, то, что я думаю насчет того, что тренер в любом случае должен развиваться. Как он развивается, это же его дело, но он должен развиваться и в том числе сам не останавливаться на месте, потому что на одной базе какой-то там долго ты не выкатишь. Тренер должен развиваться, тренер должен постоянно улучшаться. Ну, для меня, скажем так, я выбрал для себя такой путь, что я выступаю сам, развиваюсь сам, своим примером, и я ребят своих как-то мотивирую. у меня ребята, кто выступают, ММА, жиу-джитсу, ну, я их напрягаю. Я их напрягаю, я их прям сильно напрягаю, и я прям их не жалею. Я их не жалею, зато они на соревнованиях выходят потом, и они как бы, ну, намного себя там чувствуют комфортнее, чем в зале со мной, скажем так. Но я такую просто выбрал, ну, как сказать, такой путь выбрал. Я не скажу, что это вот, этот путь вот правильный, и все, только так. Но единственное, я понимаю, что если тренер не будет развиваться, то есть без разницы, тренер может развиваться, он может там начать, там опять вспоминать, там физиологию, там искать какие-то комплексы, там я не знаю, то есть, но тренер должен постоянно быть в поиске, постоянно должен быть в поиске. Индустрия единоборства, она не стоит на месте, она двигается вперед. Каждый день, каждый день надо что-то искать, какие-то новые моменты, тренер должен развиваться. Бороться или нет, это уже, я считаю, что дело каждого личное, то есть, вот. Многие же не борются по причинам там травм, еще чего-то, то есть, в том числе и душевных травм. Вот, поэтому, я считаю... Да, вот о душевных травмах, вот как думаешь, что отпугивает людей от выступления на турнирах? И одинаковые ли это вот эти отпугивалки на разных поясах? Многих... Да, ну это просто, как сказать, вот у меня, ребят, многих отпугивает выступления. Ну просто человек, когда еще не уверен, там, грубо говоря, он там не особо понимает, там, как бы, что делать там. ну, грубо говоря, он оказался в маунте, и он просто не знает, что там делать. Что я в маунте, что делать? То есть, вот такие люди, они, конечно, то есть, немножко боятся выступать. Есть ребята, я так понимаю, что есть ребята, которые уже достигли там и таких цветных поясов, пурпур и коричневый, там, и черные пояса. И они не выступают по причине того, что, может быть, они боятся проиграть. И как-то они думают, что если они проиграют, они потеряют лицо. То есть, я думаю, что такие тоже ребята есть. Вот. И, не знаю, я вот не договорил, кстати, я начал про Адик и говорить, что Адик мне, вот что именно от него я взял. И я не боюсь проигрывать, в том числе на тренировку, как у меня. Периодически бывает, что мои ребята меня сомнятят, то есть, я спокойно. Адик тоже так же, он борется. То есть, да, где-то он прозевал, постучал. Я думаю, если ты с Адиком боролся, у него тренировался, ты это прекрасно знаешь. Да, он не убирается. То есть, вот. И у меня так же ребята на тренировке где-то раз-раз, оп, прозевал, ну вышел, хорошо. Я только рад. Я только рад, что мой соученик там, блин, сделал мне полевой. Значит, я чему-то научил его. То есть, и на соревнованиях такая же тема. Ну где-то прозевал ты, ну, ну постарайся уйти, ну где-то потерпеть, ну, не хочешь терпеть, травнироваться, ну постучи, как бы. Тут все просто очень... А причины у людей разные могут быть, по которым они не выступают, конечно. А можно ли почувствовать вкус джиу-джитсу, ни разу не выступая на соревнованиях? Нет. Нет, ну, ну а как ты почувствуешь? Как ты вообще поймешь, что у тебя твои техники, которые ты учишь, которым ты учишь себя, хочешь не поп, кто еще поймешь, что они работают? Нет, ну они, конечно, могут, начать работать у твоих учеников, если ты суперодаренный тренер и, ну как бы, да, можно. Но люди же, есть люди, которые борются постоянно на открытых коврах, днях борьбы, но на соревнованиях никогда не выступают. Вот они в полной мере вкус джиу-джитсу почувствовали или нет? Если они вообще никогда на соревнованиях не выступали? Да, да. Блин, ну я думаю, что нет. Ну это мое мнение, опять же. Они вправе со мной не согласиться и, ну это мое мнение, что нет, чтобы понять вообще джиу-джитсу, конечно, надо все-таки, все равно соперничество должно быть, это единоборство. Единоборство в зале, единоборство на татаме, совсем разные вещи. Это ситуация максимально приближенная к боевой. Ну тут совсем другое под адреналином вообще, когда тебе организм не слушается, руки забиваются, ты курточку подержал минуту, у тебя все, руки уже, ты не можешь захватить. В зале такого никогда не бывает. В зале, может, я по два, по два с половиной часа в зале борюсь, и ничего, потом на соревнования я хожу в первый сфат подборолся, у меня руки каменные, я не могу даже пальцы вот так собрать в кучу. Я считаю, чтобы понять джиу-джитсу, надо выступать все равно. Не часто, пусть как бы, да, там немного, но у меня такое мнение. Я допускаю, что есть тренеры, которые очень круто тренируют, дают, и у них ученики очень классно выступают. Я допускаю, что такое есть. Вот. Ну, я таких близко не знаю, лично не знаю. Лучше. Вот очевидно, что схватки на соревнованиях и на тренировках отличаются. Вот чтобы подготовиться к поединку на соревах, нужно рубиться на тренировках также на полную, или иногда можно щадить себя и партнера? Это зависит от, я думаю, от методики, которая в зале, допустим, методики подготовки, методика тренировочного процесса, как бы, какая в зале. То есть, есть залы, где роллинг есть. У нас дали, роллинга нет. Никогда его не было. У нас рубка идет. Но не такая рубка, как многие представляют, что там борешься, тебе с локтя прилетело, бровь с колена тебе в нос прилетело. Нет. Мы боремся в полную. Я, допустим, со своими учениками всегда борюсь в полную. Всегда борюсь. Несмотря на вес, то есть, я борюсь в полную. Тем более, когда я готовлюсь к турниру, мне по большому счету, все, кто готовится к турниру, я считаю, вообще никаких роллингов не должно быть перед турниром. Какой роллинг? О чем разговор? Ну, то есть, это мое мнение, опять же. Кто у нас в зале был, кто у нас тренировался, знает, что у нас идет рубка, у нас тут такого нет, что мы там катаемся, друг друга гладим, там еще что-то делаем. Может, это где-то приветствуется, но я для соревнований именно те, кто ребята, те, кто компетиторы, и я сам. Мы готовимся, именно вот у нас такой же скач идет рубка, 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 и причем перед соревнованиями я делаю всегда. Ребят, кого готовлю на турнир какой-то выездной хороший, за неделю ровно мы пробарываем по кругу. То есть, так называемая матка, она в дзюдо, есть такая, как бы, в вольной борьбе, когда один становится человек в центре, и по полторы минуты, по минуте, по полторы смотрятся, сколько соперников, и он со всеми борется. Это, конечно, совсем другое, когда ты боролся, полторы минуты, уже устал, у тебя там свежий заходит, потом опять свежий, потом еще раз свежий. Ну, это, конечно, вот таким образом готовим, вот это уже приближенные схватки, боевые годы. Когда тебя пытаются просто себе порвать. Ну, то есть, у нас очень хорошее отношение в зале, у нас такая семья, вот, но изначально я обозначил, что ребят, уважаешь своего, партнера по команде, ты должен бороться с ним на полную. Вот и все. Так же и в парах, когда стоишь, ты просто ему делаешь медвежью услугу, оказываешь, если ты там не сильно бьешь его, либо ты его не сильно борешь не до конца. Ты просто дезинформируешь, так скажем, человека, где у него плюсы, где у него минусы, где у него прорейки. Поэтому только у нас полную идет трубка в зале. Здорово. А вот что у тебя работает в соревновательном БЖЖ? Ты экспериментируешь, строишь планы, попробуешь какие-то новые тактики или техники или просто выходишь и тебя инстинкты вывозят? У меня вообще как-то вообще вот в мои выступления в джиу-джитсу я начал выступать с 2012 года и у меня блин, чуть ли не каждый год меняется вообще просто направлюсь в эту из тратча я пытался там, ну думаю, вот сейчас я выйду и буду там сделаю там то, то. В итоге там получалось на первых этапах вообще там билиберда и как ты говоришь инстинкты, да? Вот потом уже потом уже где-то опыт появился в выступлении именно в этом виде единоборства. Появился опыт выступления уже я понял, что не надо строить какой-то план но хотя бы придерживаться какой-то тактики скажем там бороться там снизу. Все, я только борюсь там снизу весь турнир. Все, я выхожу, беру захват, ухожу вниз, начинаю снизу бороться. Причем без разницы это грэблинг или это еще что-то. То есть у меня опыт выступления по грэблингу и уэви, то есть там Сибирь выигрывал два раза, Урал выигрывал. До России я не добрался ни разу, там другая причина. Там просто чемпионат России всегда проводили весной в одни и те же сроки с чемпионатом Сибири по ММА. И я просто там как тренер должен был быть на чемпионат по ММА, поэтому на Россию ни разу. Но ученики ездили у меня, выступали. Вот. И по грэблингу и уэви тоже так же я выходил, то есть брал куртку, уходил вниз, проигрывал баллы, но я потом снизу навязывал. А потом у меня как-то вот раз, допустим, какой-то период времени раз меня приклинило, о, я буду делать проход в ноги, а потом буду бороться. То есть и все, я там приехал в Мюнхен, на Мюнхен-Опен бороться по Пурпуру. И я там провел шесть схваток, и я там за шесть схваток сделал шесть проходов в ноги. И в том числе выиграв очень там крутого такого норвежца, такого сильного. Просто я потом узнал, что он сильный, как бы. Но я вышел бороться в абсолютке с ним. Он потяжелее меня. Я просто прошел в ноги, вот так поднял его на второй этаж и вот так воткнул еще плечиком туда ему солнышко как дал, что он прям такой, он такой сделал. И все. Но мне там дали за это активность, потому что, ну адвентедж дали за то, что я там за ковер бросил. Но он просто, мы семь минут должны были бороться, а он просто, я сделал первый бросок, и он походу все силы там на нем оставил. Вообще ничего не смог мне потом сделать. Я его выиграл в итоге тремя этими адвентеджами. А потом я выхожу, мне говорят, да он вообще там сильный, вообще там по бурпурам, там зверь, там на Европе там каким-то был по бурпурам. Я говорю, ой, фига себе. То есть был момент такой, что я проходом ноги там вытаскивал людей там на второй этаж. Потом период у меня был, адик к нам зачастил, и все, и я там все, я всех затягивал, там только рычаг, локтя, треугольник, рычаг, локтя, треугольник, рычаг, локтя, треугольник. Я там спал и видел, что я там рычаг, локтя, треугольник делал. Я на соревнованиях там, ну вот я смотрю, на соревнованиях ребята там приезжают, начинают, оп, засыпают там в треугольнике, быстро-быстро у меня. Потом раз в какой-то период времени Оп, ноги мне Я ноги поймал, удовольствие, вообще на ноги работаю Я там на турнирах на ноги Давай, там какие-то эманари, еще что-то То есть Как-то оно все лавинообразно, ты знаешь И сейчас, выходя на соревнования У меня какой-то особой тактики нет Я могу выйти, вниз уйти Могу там сверху поработать Могу там проход в ноги сделать Могу, я не знаю, еще что-нибудь попытаться Ну то есть Как-то оно меняется все Меняется, ну конечно Какой-то план должен быть на схватку Все-таки это план должен быть По геймплану можно подробнее Должен ли тренер определять геймплан для своего ученика Или пусть он сам учится Думаешь ли ты про геймплан Для себя, для своих учеников Да Я думаю про геймплан для учеников И для себя Ну я говорю, как у меня уже обстоит дело Что у меня там постоянно Я что-то ищу А вот ученикам я выставляю геймплан Да, какой линии они должны Ну как бы придерживаться Которую я считаю Ну и в том Ну и как бы Даю им тоже Скажем так Право на выбор Чтобы они Сами могли по ходу схватки Если они посчитали нужным Сделать От геймплана отступить Если они уверены в этом Потому что То есть тут 50 на 50 Я считаю, что с тренером должно работать Видишь, у меня в принципе У меня просто Говорю вот Не очень стандартная У меня Карьера Единоборство В плане каком Что Я с тренером-то выступал мало И я С 2003-м году В 2002-м году Я последний раз Тренером выехал Куда-то на соревнования Все И с 2003-го года Я без тренера выступаю По всем видам То есть Ну Тренер просто со мной Ну как бы Не, у меня были турниры Но их очень мало Где тренер был рядом Их очень мало Этих турниров В основном Я ездил сам Поэтому Как-то я И ученикам своим Тоже даю свободу Как бы Я не навязываю Когда я рядом И идет схватка Либо бой Так у нас Произошло Небольшое Прерывание Трансляции Упала Упала трансляция Нету трансляции Упала Так как Чаще всего На соревнованиях Тренера Все равно Не слышно Вот Какова роль Все-таки Тренера Твоя роль Кричать Давай-давай А потом Хвалить и жалеть Как ты Ну как бы Ты выступаешь Без тренера Но твои ученики Они все-таки С тобой Или тоже Сами по себе Своим путем По-разному По-разному Бывает Что я с ними Присутствую Бывает Нет Но Мы все-таки С моими учениками Мы Ведем Постоянную работу При подготовке К турниру Если Я не присутствую Рядом То есть По возвращению Мы обязательно Проговариваем Какие-то моменты Я всегда Даже когда Меня рядом нет Я стараюсь Посмотреть записи Ребята Мне сбрасывают Свои бои Свои схватки Вот И мы всегда Проговариваем Я Ну как бы У нас есть Направление И оно Совместное Ученик Тренер Мы вот Рука Об руку Работаем И Ищем То есть Ну Какое-то направление Да Вместе И Двигаемся По этому направлению То есть Роль тренера Большая На самом деле Роль тренера Большая Но Я считаю Что не надо Передавливать Кипят То есть Там тоже Слышно плохо На соревнованиях Слышно плохо Ты это видишь Немножко тоже Это От психологии Человека Зависит Потому что Я говорю У меня есть Ребята Которые Меня слышат Какой бы шум Ни стоял Они слышат Меня Умеют Абстрагироваться Вот знаешь Как у лошадей Шоры Они вот на деле И все Они больше Ничего не видят И вот у меня Есть такие Спортсмены Которые Из всего Галдежа Они слышат Мой голос Все Больше ничего Не слышат Но Их таких Не так много В основном Конечно Ну Есть такие Которые вообще Не слышат Никого Не слышат Есть такие Которые Перехлёстывают Но в основном Конечно Большинство Тех Которые Вроде Как-то Тебя Слышат Но Где-то ошибаются Где-то Это нормально Без ошибок Не получится А так Прорабатываем Геймплан И на схватке И на бои Естественно То есть У нас Есть Примерная Картинка Как оно Должно быть По идее Ну Естественно В бою Можете по-другому Пойти В схватке Можете по-другому Пойти Совершенно Поэтому Опыт Как и набирается А ты вообще Когда плагируешь Завязывать Выступать Черный пояс По российским меркам Вроде уже пора Обычно Все так делают Не знаю Тех С кем я общаюсь Черных поясов Никто так не сделал Тех Кого я хорошо знаю Близко дружу Никто так не сделал И я не собираюсь Не знаю А по-большому Мне вообще Честно сказать Цвет пояса Вообще Ну Блин Без разницы мне Вообще Я белый одену Пойду сейчас Вообще Без разницы Действительно Потому что Тем более Есть допустим Такие версии Как там По Невазу Боремся Мы там По его В этом Вообще Разделение На пояса Нет В EDC Греб Там только Разделение По новичке И профессионалу А так Коричневый Черный Для меня Это как бы Ну Да поменялся Цвет пояса Да Я там Конечно Оценил Там что Так скажем Меня выделили Стрелять Мы были первые Там Несколько Там Семь черных поясов Кому дали Но при этом Я понимал Что Есть Допустим Такой Крутой Джитсер Как Антоха Питерский Ваш Вот Который Просто взял И отказался От черного пояса Вот Но Но он Меня Разматывал На соревнованиях В финале На чемпионате России И в Питере Вот Ну Поэтому Я как бы Цвет пояс Ну Да Да Люблю черный Да Ну Спасибо Все Дальше Двигаемся Я Помню Что И такое Помню Ну у меня Сливе Такое Знаешь Что Вот Когда Черный Пояс Получаешь Ты вот Только Тогда Начинаешь Изучать Джиу-джитсу Настоящие То есть Вроде До этого Все Там Четно Фигней Занимался Ну вот Я только Еще года Не прошло Как я Джиу-джитсу Занимаюсь Круто А вот Хочу Еще Поднять Такой Вопрос Тактика И стратегия В соревновательной Схватке Ну вот Я говорю О том Что Ну Ну Грубо говоря Иногда Можно Взять Себе Там Не идти С места В карьер Дать ему Вымахаться Подзалежать Его Потом Включиться Ну то есть У каждого Своя тактика И стратегия Очень интересно Твое мнение Как Компетитера С таким Колоссальным Опытом Ну Это надо Отталкиваться От своих Сильных Сторон Но У меня В последнее Время Моя сильная Сторона Это Функциональная Выносливость И поэтому Я стараюсь Измотать Соперника То есть Особенно Если я борюсь С какие-то Суперсватки Последние Два-три Года Их много Так Ну Больше Было Чем раньше Суперсватки Когда борешься Два по пять Три по пять Я стараюсь Первые пять минут Измотать Соперника Я не стараюсь Закончить Прикончить Потому что В эти первые пять минут Он еще сильный У него много сил Я просто Изматываю Поднимаю Темп Все На вторую Пятиминутку Когда выходим Бороться Я уже понимаю Что Либо Допустим Десятиминутная Схватка По черным Поясам То же самое Пять минут Шесть минут Потом человек Начинает Тяжело дышать Ты уже чувствуешь Ага Задышал Начинаешь Поднимать Темп Все Просто Завершаешь То есть У меня На данном этапе Как бы Я борюсь У меня В сватке Сильная сторона Это функциональная Вынос стоит Не знаю Почему Но ребята Попадаются Часто Помоложе Меня Намного Которые Там Двадцать лет Двадцать пять Лет Тридцать Но они Просто Они дышат Три минуты Дышат Потом Все Все И сделай С ним Что хочешь Реально То есть И я Использую Тактику Такую Что я Просто Выматываю 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 И когда чувствуешь Что человек Уже Ну ты понимаешь Что он задышал Уже Такое дыхание Остается тяжелое Его слышно И все И все Начинаешь Включаться Просто И все А вот что Может Выбить тебя Из колеи Из настроя На соревнования Что может Произойти Такое Что ты можешь Демотивироваться До схватки Есть такое Да хоть Что В принципе Можно Не то Что демотивироваться Можно Не домотивироваться Скажем так То хоть что Может Выбить К большому счету Как бы Я не скажу Что я там Прям такой Стальные нервы У меня Все там Канаты Ну то есть Семейная Семейная Какая-то Ситуация Может быть Плюс Допустим У меня был случай В прошлом году Год назад В Москве Проходила Семейная 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 Проходила На Сущевском Валу 56 Да И В эти дни Проходил Чемпионат России В Москве Куда Мы от команды Омска Привезли Семь спортсменов Вот И у меня Ребята Выступали И Там был Очень такой Тяжелый Турнир И я Ну просто Там Сейчас ВММ Сделали В день По бою Каждое утро Взвешивание Рано с утра И у меня Ребята Ну семь человек Билось То есть Я секундировался И И Заодно Заявился Побороться Как бы Думаю Ну я все равно Буду в Москве Почему бы Не побороться И я Как бы Заявился На ICB Rush Но за эти Дни Когда у меня Ребята Выступали За эти Три дня До ICB Я Эмоционально Измотался Просто Просто Я Ну стал Вообще Без эмоций Без никаких А эмоций Все равно Не хватает Все равно Не хватает На ковре Они все равно Должны присутствовать Все равно Должен быть Мандраж У тебя Какой-то Когда ты Мандражируешь Значит У тебя Организм Как бы Мобилизует Все силы Свои резервы И ты И ты выходишь Ты как бы И ты сильнее Все равно Когда есть Мандраж А я был Такой Эмоционально Опустошенный Потому что Ребята у меня Выступали Я там Из-за них Болел Переживал Три дня Подряд В общем Я просто Пришел Вышел Вроде Когда заявлялся Хотелось Бороться А с утра Просыпаюсь Сегодня ехать Бороться Блин Неохота Но у меня Бывает такое И я все равно Думаю Не Короче Мы-то уже Проходили Все Давай Собираемся Одеваемся Все И поехали Я приехал Вышел Поборолся Три схватки Провел Но не было Вот этого Какого-то огня Не было Какого-то Но я считаю Это тоже опыт Тоже где-то Переборол себя Пошел Боролся Без настроя Без эмоций Но все-таки Считаю Что надо Стараться Эмоционально Подходить Как бы В таком Хорошей форме То есть Стараться Отвлечься Чтоб ничто Тебя не отвлекало Чтобы ты был настроен На эти соревнования Как-то вот А вот Назови Назови еще Такие важные Пункты На твой взгляд Что нужно знать О соревнованиях Белым поясам И к чему Готовиться И какие Подводные Камни Ну то же самое Для синих Поясов Ну да Видишь Для белых поясов Ну Кто еще не выступал Им очень важно Знать Вот эти вот Пункты Ты их знаешь Они нет И очень важно Ему слышать От тебя Да на самом деле Там какие Пункты Там просто Для белых поясов Надо просто Заявиться Блин Назначенный день Просто собраться Одеться Поехать Выйти И побороться Все ничего не надо больше Ни о чем думать Не надо больше Просто вот на автомате Сделать это Допустим Некоторым ребятам Моим Помогает Допустим Что Они когда начинают Там я говорю Ребят Вы просто Делайте Обычную Мужскую работу Все Это обычная Мужская работа То есть ты пошел Ее и сделал То есть ты там Работаешь С строителем Тебе сказали Иди там Кирпичи положи Пошел и положил Здесь то же самое Заявился Положил кимоно Поехал Приехал На весы встал Размялся Вышел И сделал Свою мужскую работу Проиграл Выиграл Не важно Ты ее сделал И вот так Я советую То есть Как бы Там Потихоньку Потихоньку Там Может там Выбирать турниры Где-то Не такие сильные Что Чтобы сразу Не тренировать Психу Ну видишь Я пытаюсь Но опять же Мы же все Как бы С высоты своего Опыта Какого-то Или там Либо Какие-то свои Там Какие-то Впечатления Ощущения Жизненные Мне немножко Горю В этом Сложновато Белым поясам Давать Советы Потому что Я не был Белым поясом Сам И Я Не очень Помню Те времена Когда я Только начинал Выступать Это было Очень давно Но я имею в виду Не в джиу-джитсу Когда я в джиу-джитсу Пришел Я уже сформированный Был спортсмен С очень-таки Довольно-таки Устойчивой психикой И Тем более По морде Получал очень много Поэтому Мне было Просто Пойти И побороться Но Своим ребятам Тем не менее У меня много Ребят-новичков Я все-таки Как бы Я им советую Ребятки Начинайте Вот хотя бы С наших турниров С таких небольших Начинайте Начинайте Выступать Вам это понравится И Из 10 человек 9 человек Приходят Потом борются Другие турниры Может там Из 10 Один Максимум Два Потом Не борются По каким-то причинам Ну Имеется в виду Психологически Как-то может Подламываются Или еще что-то И может Это им просто Не надо Может им просто Охота ходить Им нравится Джиу-джицу Заниматься Что они В хорошей физической Форме себя держат Как время Препровождение Как общение Такое тоже есть Почему нет Не все Уже быть спортсменами К нам Во время Эфира Поступило Много вопросов Давай Сейчас на них Поотвечаем Люди пишут Люди интересуются Вчера еще писали В инстаграме Вопросы задавали Давай По ним пройдем Давай 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 Вот Акелла Пишет Добрый день Нужно ли гонять вес Любительным Выступающим По белым Поясам В каком объеме Это делать безопасно А мастерам Должно ли отличать Количество гоняемых Килограмм В соревнованиях Где свадки В день взвешиваний В Невазе Например И где соревнования На следующий день Спасибо Ну я вообще Честно говоря По любителям Отношусь Вообще Очень негативно К весогонке Я сам перестал Гонять вес Очень давно И сейчас Не делаю Не гоняю И ребят своих Кто у меня выступает Я их тоже У меня ребята Много не гоняют Скажем так Ребята Которые выступают Ну допустим Там 77 выступают А весит там 80 То есть я его Никогда на 70 Не скажу Давай 10 килограмм Гонять Потому что Ну это ни к чему Тем более Это очень Я считаю Очень Этот момент Такой острый По поводу Весогонки Именно по детям Я наблюдаю Детей На соревнованиях Которых Заставляют Много гонять Я считаю Это вообще Неправильно Вот у нас Есть детские группы Я не веду Детские группы У нас другие Тренеры Этим занимаются Но Я контролирую Выступления На соревнованиях В том числе И детей За наш клуб Вообще Не приветствуется У нас Не гоняют У нас дети Не гоняют У нас взрослые Кто выступает На серьезном уровне Да Вес гоняют На турнирах местных Никто не гоняет На турнирах Чуть по 100 Там где-то Допустим На чемпионат России Поехать Ну допускается Там Опять же По Невазу Россия проходит Там взвешивание За день Ну почему Там бы не согнать Там 4-5 килограмм Но опять же Восстановиться Я знаю Систему По которой Гонять По которой Восстанавливаться То есть Я хорошо Эту систему Знаю Мы ее Отработали Хорошо На Дающихся Многие Эту систему Знают Хорошо Ее отработали На Боях Когда я еще Ездил по боям Секундировал И Петра Яна И Шарафодова От Муродова То есть Когда и в Сибири Еще выступали Мы очень хорошо Тогда Эту систему Весогонки Отработали И я У меня ребята Любители Тоже гоняют По этой системе Ну вот допустим По боевому Самбо Ребята выступают Там взвешивание За день Сутки Сутки Взвешивания До этого Почему нет У меня есть ребята Которые там могут И 6-7 килограмм согнать Но по системе Опять же Водой То есть Можно Ну я думаю Многие уже знают Что такое Весогонка Водой Когда Заливаешься водой Потом Потом Эта жидкость Выходит На весы Встал Потом Опять Начинаешь По системе Водой Заливаться И капельницей Восстанавливаться То есть Если это все По системе То Я Как бы Ну можно Опять же Из его взрослых Если Если ребенок Не надо Не надо Да Ни в коем случае Дети растут Дети растут У них идет Процесс роста Ни в коем случае Нельзя заставлять Детей гонять Я вообще Категорически Против этого Понятно Следующий вопрос Добрый день Что советуете Готовиться Конкретно Турниру Или Все время Находиться В форме Ну Это От выступления Зависит Если вы Два раза в год Выступаете То можно И подготовиться К турниру Конкретно К этому А если вы Выступаете 10-12 Раз в году Надо Просто быть Постоянно В форме Я вообще В принципе Как бы Ну если вы Спортсмен И там Хотите Выступать И показывать Какие-то результаты Высокие То есть Вы должны Понять Вообще Что вы хотите От джиу-джитсу Скажем так Что вы хотите Вы хотите Стать компетитором Крутым Или вы хотите Там Ну Учиться Джиу-джитсу Там Научиться Много делать Приемов Защищаться Там Просто поставили Если вы решили Что вы хотите Быть крутым Компетитором Вы должны Быть всегда В форме Всегда готовить Все тренироваться По всем По всем правилам По всем правилам Вы знаете Еще зависит Больше У нас в России От судейства Зависит Еще То есть У нас Не на всех турнирах Адекватные Судьи То есть Это очень Большой момент Такой Тут Не больше По каким правилам А больше Кто судит Вообще По любым правилам Можно выступать Если грамотные Судьи А если Судьи Судят тебя Те Которые Сами Белые Пояса Синие И черные Пояса Борются А тебя Судит Синий Пояс О чем Можно Говорить Откуда Он вообще Знает Специфику Борьбы Он Синий Пояс Еще То есть А у нас К сожалению В России Такое Есть У нас Есть Люди Конкретно В Паневазе У нас Проходит Чемпионат России В Питере Такой Бардак На судействе Просто Слов нет Там Просто Стоят Бабушки Дедушки Судят Тетеньки Которые Они вообще Не понимают Что происходит Там Как Закрутят Закрутят Пацаны Берем Болота А они Вообще Что это Происходит Кто Кому Балы Давать Им Со Столика Я думаю Прекрасно Это все Знаешь Со Столика Два Бала За Что То есть Такой Бардак Просто Я Паневаза Паневаза На России Пал вторым Вот На Кубке России Пал вторым Но это был 16-17 год В прошлом году Я полетел Паневаза Бороться Проиграл Первую Сватку 02 Слав 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 Един Ну Ладно Суть Не в этом Просто Я Насмотрелся На судейство У меня Было Много Времени Чтобы Посмотреть На судейство И Причем Я знаю Что Уже В судейство Сами Проявляют Желание Тот же Допустим Адик Гусейнов Алик Аликанов Они Проявляют Желание Мы будем Судить Мы Хотим Судить Проводят Судейский Семинар Они Говорят Что-то Хотят Допустим По Невазу Сказать Им Говорят Нет Все Мы Без вас Все Знаем То есть На семинар Идут Алик Адик Эти Наоборот Судьи Должны К Алику С Адиком Идти На семинар Учиться Правилом Они Они Тут Ну Короче Немножко Видишь Сами Вот Допустим ЮВ Я Не могу Сказать Профессористский Уровень Я сам На Российском Уровне Не боролся По ЮВИ Я боролся На турнирах В Москве Проводили турниры Но В основном Я боролся На Урале На Сибири То есть Тоже С судейством Есть Проблемы Но Их Везде Хватает Если Федерация Скажем Такая Проводит Много Турниров У меня Ребята В Казахстан Ездили Бороться По страну Проводили Турнир Прошлым Летом Там Реферили Пацаны Которые По 16-18 лет Это Вообще Пипец Ну Как Так Вообще Полная Фигня Полная Чушь У меня Пацаны У меня Пацаны Поехали Бороться Пурпуры Коричневые И Там Вышли По И В Эм Да Нет Разделения На Поеца Но У меня Пацаны Поехали Опытные Бороться И Там Просто Выходит Пацан Молодой Начинает Ему Кричат Эм Тому Два Балла Да И Он Раз Тому Бывал Ну То Есть Там Такой Бардак Да И Тут Мне Без Разница По Каким Правилам Бороться Мне Важно Чтобы Судейство Было Все Нормально Четко Все Остальное Вообще Без Разницы ADC UV Блин IBDG Вообще Без Разницы С Ногами С Пятками Я По Всем Правилам Бороться Понятно Спасибо А вот Такой Следующий Вопрос Георгий Какую Чаще Всего Технику Применяете На соревнованиях По БЖ В ГИ Конкретную Хочет услышать Человек Технику Ну Конкретную Технику Я говорю У меня Меняется Постоянно Я Как-то В основном Больше всего Больше всего Конечно Это было Когда я Просто выходил Брал захват Уходил вниз Делариво С Делариво Работал Уже дальше Развивался Либо Либо За спину Выходил Либо Реверс Делариво Заходил Там за спину Либо Либо Затягивал В закрытой гарде Просто в закрытом гарде Уже Я там Пытался Что-то сделать Выйти там Сделать Свип Треугольник Ну Блин Меняется Вот у меня Честно У меня нет Такого Что Это допустим Вот Адика Взять Гусейного Все там Знают Что Адик У него Ну у него Тоже одно Время Было Закрытый Гард Кто к нему Попал Все Пиши Пропало Треугольник Рычаг Отлетит Стопудово Сейчас он С Хавгарда Работает Допустим Адик И все Знают Что Если Адик Ушел В Хавгард Оттуда Тоже Мало Шансов Что Кто-то Выгребит Не Понятно Что Мировые Такие А вообще Человек Борется Конкретно У него Позиция Хавгард И Вот Он С Нее Прям Очень Круто Борется Я Не Горю Что Он С Других Плохо Борется Потому что У меня Нет Такой Конкретной Позиции Что Я Закрытого Гарда Борюсь Или С Как-то Так Перейдем Тут Еще Несколько Вопросов С Инстаграма Как Не Потерять Настрой И Вернуть Уверенность После Череды Поражений Хеллоу Кикер Задает Вопрос Ну Надо Понимать Опять же Не забывать Вообще С какой Целью Ты Выступаешь Если Ты Выступаешь За Медали Ну Тогда Немножко Сложный Путь Будет Потому что Ловушка Такая Кто За Медали Выступает Начинает Со Времени Выбирать Себе Турниры Где Не Так Какие Весовые Подбирать Какие Начинают По Возрастным Если Уже Есть Мастера Где Один Две Встречи Максимум Одну Отборолся Две Схватки Медаль Взял Это Рано Или Поздно Все Рано Это Как Сказать Это Во-первых Эти моменты Скрываются Они Тем более В мире Джиу-джитсу Когда Там Еще люди Пытаются Кого-то Обмануть Я Чемпион Мира По Будави В этом Такой Раз Начинаешь Так Ага Ну-ка Оп Все Можно Посмотреть Так По Будбурам Мастер Один У него Был Один Соперник Там Какой-то Араб Приехал Там Калека Он Натянул Он Чемпион Мира Мастер Один С Одним Соперником Ну То В арабах В арабах То, что Такое Бывает Что Там Мало Народу Мастерах Заявляется Тем Более Там Вес 50 Маленький Самый Вес Никого Небывал Ну Ладно Хорошо И Причем Этот Чувак Там Борется Раз В год И Только В Абудаве Больше Нигде Не Борется Я Думаю Нет Я Думаю Это Способ Привлечь Тренировки Людей Платежеспособны Не Знаю Какую Уверенность Способ Обречь Уверенность Надо Просто Выступать И Все Пока Не Начнешь Выигрывать Пересмотреть Какой-то Свой Подготовительный Момент Может Где-то Неправильно Готовишься Может Неправильно Тактику Выбираешь Может С дыханием У тебя Проблема То есть Посовещаться Если Есть Старший Товарищ Друг Тренер Вместе Как-то Найти Причину Выступить На соревнованиях Поменьше Рангом На первенстве Водокачки Вернуть Север Ну а Почему Нет Проиграл 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 Может Такие Турниры Были Все Российские В том Раз Чемпионат Города Или Север Кукуева Все Ты Поехал Выиграл Мне Оказывается Я Еще Не Потерян Для Общества Может Быть Так Но Я Не Заморачиваюсь У меня Спортсмены Не Заморачиваются Они Заморачиваются Конечно Но Я Хочу Не Заморачиваться Ребята Поражение Победы Поражение Победы Это Все Движение Это Все Обучение Это Все Шаг Вперед А Сидеть На задницу Ровно Вот Это Поражение Такой Вопрос Еще У Нас Можно Научиться Быстрее Включаться Часто Замечаю Что Начинаю Сильнее Работать Только Под Конец Иван Спрашивает Значит Иван Надо Делать Очень Хорошую Сильную Разминку Я Советую Перед Схваткой Первой Очень Классно Разминаться Прям Очень Интенсивно Прям Потеть И Желательно Еще Кого Нибудь Взять И Пробороться Такую Разминучную Схватку Прям Такую Можно Прям Вполную Просто Взять Кого Адекватного Не брать Там Были Примеры Когда У нас Люди Приезжали Один Кент Приехал В Абудапе На чемпионат Мира Бороться Кукуру И Ему Выходить На ковер А он Какого-то Эй Пойдем Поборемся А Он Коляга В Абудапе И Так И Не Пошел Бороться Потому Что Нескорюбер Ему Сломали На Разминке То Есть Желательно Какого-то Адекватного Взять Такого Знакомого Может Не Знать Как Поделить По Адекватности Может По Разговорам И Просто Пробороться Схватку Вот Таким Кто Включается В Конце Я Сам Такой У Меня Сам Ну То Есть Ребята Которые Прошусь К тем Которым Надо Очень Хорошо Разминаться Я Прихожу Я Начинаю Схватку За 30 Минут Я Начинаю Разминаться Пробарываюсь Схватку Такую Чтобы Руки Забелись Чтобы Кровь Побежала Все То есть Ты Потный Такой И Ребята Заставляю Прямо Я Постоянно Заставляю Ребята Вы Должны Выходить Туда Вы Должны Вспотевшие Быть Если Ты Вышел Поэтому Надо На Разминочном Ковре Пропотеть Прям Классно Прям Круто Прям Под Пошел И Все И Тогда Ты Выйдешь Ты Уже Готов Все Ты Уже В схватке Ты Сразу С первой Минут В схватке Ты Контролируешь Отличный Ответ Я Считаю Такой Вопрос От Вятослава Критерии Оценки При Принятии Решения Ехать Не Ехать В другой Регион Ну Ехать Не Ехать Во-первых Желание Если у вас Есть Желание Выступать Вы Допустим Видите Что В другом Регионе Проходит Турнир Он Вам Доступен По Финансам И Там Скажем Так Состав Подходит Вам По Вашему Уровню Надо Ехать Вообще В принципе Как Я За Импровизацию По Жизни Просто Поэтому Мне Проще Я силой Поехал То есть Ну я Долго Если я Принял То есть Есть же Там Даже Такая Мудрая Не знаю Поговорка Пословица Либо Что Как бы Если Сомневаешься Если Ты Уже Решение Принял Тоже Не Сомневайся В общем Да Не Сомневайся Принимай Решение Принял Решение Ехать Все То есть Оплатил Купил Билеты То есть От Пути Отхода Себе Короче Перекрыл Даже Если Ты С утра Просыпаешься И Думаешь Или Там Надо Выезжать А ты Не Хочешь Ехать Ты Хочешь Дома Побыть У меня Тоже Такое Часто Бывает Я Очень Хочу Выступить На Турнир Я Заявился На Него Все Я Готовился На Него Тренировался Оплатил Взнос Купил Билеты Просыпаюсь С утра А он В Москве В турнир Я Просыпаюсь В Омске С утра В теплой Постели Своей Домашней Жена Рядом И Я Такой Блин Как Неохота Никуда Лететь Ну Прямо Реально Ну Бывает Такое Неохота Никуда Лететь Хочется Дома Что-то Хорошо Дома Он Думаешь Короче Давай Жопу В кулак Собрал И все И все Просто Берешь Одеваешься Выходишь И все И садишься Самолет Летишь И проходят Все моменты И уже Все эти Сомнения Сразу Просто Надо Действовать И все Если ты принял Решение Надо Просто Действовать Потому что Зачастую У нас Вот эти Решения Спонтанные Которые Мы Принимаем Они На самом Деле В итоге Оказываются Такие Ну У меня Очень много Было Турниров В моей Карьере В том числе И по джиу-джитсу Я очень Я Я не хотел Выступать Я на них Заявлялся Покупал Билеты А потом У меня Желание Пропадало Я садился Летел И эти Турниры Приносили Мне Кроме Там Побед Кроме Опыта Кроме Каких-то Моральных Плюсов Таких Ощущений Они Мне Еще Финансовый Плюс Приносили Такой Приличный В прошлом Году Я Отборолся На Грандслэме Отборолся На ACB Я Там Заработал Денег Там Заработал Денег Почему Нет Вообще Нормально Все И Отбил И турниры Отбил И Семьей Там В Сочи Нормальное Время Провели Поэтому Но Я Очень Не хотел На них Ехать Я Заявился На Грандслэм Я Когда Увидел Что Он Будет В Москве Я Еще Такой Блин Мне Черный Поезд Только Дали И Грандслэм Думаю По Черным Поясам Стопудово Приедут Какие-то Красавчики Туда Надо Заявиться И Я Заявился Туда Оплатил Короче Купил Билеты И Потом Такой А год Закончился Соревновательный У меня Какой Тренер Короче Было С ними В Сочи Лететь Че Я Вот Так Все Презател В Москву Отборолся Там Третьим Стал Не помню Там 500 Доллар Что Личет Че Мало Что Здраст Карманчик Все Полетел В Москву Прилетел Ну Прилетел На Два Дня Позже Чем Мои Три Недели Побыл В Сочи Своих Домой Отправился В Москву Полетел На Сибир Бороться Тоже Отборолся Че Не Помню Тоже Там За Третье Место 600 Долларов Карман Положил Ну Ништяк Полетел В Омск В Омске 600 Долларов Нормальные Деньги Георгий Ну Напоследок Перед Завершением Давай Еще Два Вопроса Быстрее Люди Вот Кстати Пишут В чате Спасибо Спасибо Большое За Совет Передают Привет В общем Всем нравится Так Вопрос Так Какой На ваш Вгляд Оптимальный График Тренировок Их Количество В неделе Можно ли Занимаясь Три раза В неделю Выйти На уровень ЦФО России Можно Я думаю Что можно Если Три раза В неделю Ну Я просто Скажу Что Конечно Лучше Конечно Заниматься Ну Хотя Бо Шесть Раз В неделю Хотя Бо Раз В день Заниматься Это Конечно Лучше Будет Но У меня Есть У меня Есть Ученик По ММА Он Выступает Он Чемпион Сибири Чемпион Сибирского Федерального Округа По ММА И Он Занимается Три раза В неделю Он Работает У нас В Омске На нефтезаводе С Восьми До Пяти С Восьми Утра До Пяти Вечера Каждый День Он Работает И После Работы Он Идет Тренироваться Он Тренируется Три раза В неделю Мы С ним Определяем То Есть Там Одну Неделю Два Раза На Борьбу Один Раз На Удар Другой Два Раза На Удар Один Раз На Борьбу Но Он Занимается Три Раза В Неделю Реально И Он Ну Сибири Первый Первый Номер То Есть По ММА Я Думаю Как бы Если Можно По ММА По Джиу-джитсу Точно Так Все Можно Просто Понимать Опять Что Ты Тренируешься Три Раза В Неделю К Большому Счету У Тебя Есть Три Тренировки Просто Приди Телефон Выключи На Беззвучное Поставь Убери Все Выброси Из головы Занимайся Джиу-джитсу Пусть Ты Там Шесть Часов Недели Занимаешься Ведь Реально Это Как бы Если Ты Это Постоянно Делаешь Без Перерывов То Ты Двигаешься Вперед В любом Случай Быстрее Чем Многие Которые Там Позанимались Позанимались Там Усиленно Месяц Потом Пропали На Полгода Потом Опять Пришли Там Опять Включились Месяц Занимались А ты Потихоньку Тренируешься И набираешь Можно Я считаю Что можно За три тренировки Но это Должны быть Хорошие Конкретные Тренировки И на Постояночку Ну И перейдем К последнему Вопросу На мой взгляд Он веселый Вопрос И не знаю Как ты его Оценишь У кого Больше Шансов На победу У самбиста На соревнованиях По БЖЖ Или наоборот От уровня Соревнований Зависит Я думаю Зависит от уровня Соревнований Это во-первых Во-вторых Ну Давайте Возьмем Допустим Чемпионат Там СИФО Чемпионат Сибирского Федерального Округа Ну Просто Мне это Ближе Потому что Я в Сибири Живу Допустим Чемпионат Сибири Проходит По По Греблингу ИВВ В Кимоно Допустим Греблинг Ги Скажу так Хотя Мне вообще Греблинг Ги Название Ухо режет Ну ладно Не будем В политику Уходить Выходит Самбист Он будет Хорошего уровня Самбист Да Да Но Ему будет Как бы Не сложно Взять Эти два Бала Скажем так Но если Человек Не захочет С ним Вставать Ему Будет Очень Сложно Потому что Там Все равно Надо Ну Но Также Божижист Выйдет Бороться По Самбо Я Ребят По Самбо Вожу И Я Вижу Самбо Как борется Самого Кстати Желание Возникает Уже В последнее Время Задумался Об этом Что Я Ребят Выставляю По Самбо Надо Самому По Самбо Начать Бороться На самом Деле Че Теряю Ничего Не Теряю Вот И Ну Божижист По Самбо Шансов Ну Опять же От уровня Божижиста Зависит На СФО По Самбо Допустим Ну Тяжеловато Будет Тяжеловато Специфика Очень Разная Очень Разная Специфика Вообще Самбо Тем Более Там 8-0 Вот Это Чистая Победа Бросил Удержал Все То есть Специфика Вообще Разная Плюс Там На Болевой Выходишь Самбисту Он На Ноги Просто Встал То есть Ему Делаешь Чак Локтя Он Просто Встал На Две Прямые Ноги Оп Стоп Остановка Идет Не Дают Доделать Специфика Вообще Просто Разные Два Вида Одиноборства Совершенно Разные Я думаю Одинаково Некомфортно Будет Самбисту По грэплингу Допустим По джиу Бороться И джицеру По самбо Одинаково Непонятно Вообще Что происходит Ну Как-то Так Спасибо Георгий Напоследок Вот у нас Тут уже Складывается Такая Традиция У нас Тренера Обращаются К своим Ученикам Так как Сейчас Мы Не вместе Со Словами Которые Они хотят Сказать У нас Есть Хэштег Живу В тебе Который Призван Объединять Джицеров Во всей Стране Обратись Своим Ученикам Скажи Им пару Слов Пару Слов На самом деле У меня С учениками С моими Мы Постоянно На связи Мы Мы Ну Нет Такого Что мы Там Расстались Мы Постоянно На связи У нас Очень Дружный Близкий Коллектив И у Нас Очень Веселый Чат Нашей Команде На самом деле Очень Такие Отношения По-семейному Теплые Нормальные Я Им И так В принципе Говорю Что Сейчас Главное В этот Момент Такой Непростой На самом Деле Момент Продолжать Оставаться В форме Без Разницы Чем Вы Занимаетесь То есть Я им Говорю У меня Очень Много Ребят Которые Должны Были Выступать На Чемпионатах На Перестах России Прям Вот Апрель У нас Апрель Апрель Был Май У нас Просто Столько Турниров У меня Мы Без Остановки Должны Были Кататься По всей России Колесить Потому Что У нас Переста России По ММА В Перми Потом Красноярский Мастерский По Боевому Самбо Турнир Потом Владивосток Взрослая Россия Потом Нижний Новгород 14-15 Россия Потом Великие Луки 16-17 Россия То есть У нас Такая весна Должна Была Быть Насыщенная По Турнирам В итоге Получилось Что Получилось Не от Нас Зависит Наша Задача Сейчас Оставаться В Форме Хотя Бы Когда Закончится Карантин Хотя Бы Когда Откроются Залы И Объявят Старты Турниров Мы Пришли Там И Все То есть Мы Хотя Бо Физически Должны Быть Готовы Чтобы Я Потом Не Уже На Физику Не Работали А Только Уже Подводились К соревнованиям Конкретно По Специфике Работали Я Поэтому Я Всегда Ребятам Одно И Тоже Ребятки Надо Любить Спорт Надо Любить В том Числе И Джиу-джитс Надо Любить Если Как Бо Вы Не Любить Тогда Вам Сложнее Огромное Спасибо Георгий За Этот Интересный Рассказ Пришел На Эфир Нашего Бжж Это Было Реально Круто Мы Вышли За Пределы Часа Очень Сильно Уже Час Сорок Практически Сидим В эфире Ничего Страшного Я Люблю Поговорить Спасибо Огромное Вам Спасибо Все Всем Пацанам Всем Кто знает Всем Привет Кто не знает Тоже Всем Привет Давай Всего Хорошего